Приветствую вас, братья и сестры! За прекрасное доброе время, за дом молитвы, за прекрасные машины, которые мы имеем, на которых мы приезжаем сюда, комфортно, уютно, сидя вот на этих лавках мягких. Давайте вместе скажем славу нашему Господу! Вы знаете, мы вообще очень привыкаем к комфорту и очень быстро к этому привыкаем. Я помню, когда-то еще в России, когда жил, то очень много приходилось ходить пешком, в магазины, в школу, на собрания даже приходилось пешком, там автобусы использовались, ну и пешком тоже надо было идти какое-то время. А здесь, вы знаете, какие-то 10-20 метров, дошел до машины, сел, приехал на собрания, опять 10-20 метров, и ты сидишь на лавке и слушаешь Слово Божье. Слава Богу! Ну, знаете, бывает и это нам трудно, знаете, бывает и это даже бывает для нас трудно, чтобы прийти в дом молитвы. Я хотел бы сегодня предложить вашему вниманию проповедь, которую я назвал такими двумя простыми словами. Молись и действуй! Молись и действуй! Совсем недавно на прошлой неделе один из братьев проповедовал на утрешнем собрании, он говорил и приводил в пример притчу о талантах, о том, как вот рабы, которым были даны таланты, и каждый из них по-своему использовал те таланты, которые были даны им. И использовали их так, как они представляли своего господина. И вот тот злой и негодный раб, он представлял своего господина совсем в превратном, не в правильном понимании. Он его представлял злым, он представлял его человеком, который жнет, где не сеял и собирает, где не рассыпал. И вот так, как мы, бывает, воспринимаем Бога, воспринимаем окружающих людей, вот так, бывает, мы к ним и относимся. Писание учит нас, чтобы мы любили, любили друг друга, заботились друг о друге и делали добро друг для друга. Еще я хотел подметить в этой притче, что был очень интересный принцип того, что если человек не использует того, что ему дано, он это теряет. Это, к примеру, если даже взять руку человеку, да, и перебинтовать ее, и привязать к его телу, и если долгое время этот человек не использует эту руку, она перестает работать, она становится нетрудоспособной. И вот так же в нашей жизни, вот если мы не благодарим Бога, это вот, я сейчас как бы о сфере благодарности, если мы перестаем благодарить Бога и начинаем воспринимать в нашей жизни вот все то добро, которое мы имеем, как бы, как должное, то мы становимся неблагодарными людьми. А Писание говорит нам, чтобы мы благодарили Бога. И там есть апостол Павел, пишет Тимофею, что в последнее время будут люди неблагодарные, там большой список, там и наглый, и напыщенный. И вот одно из таких нехороших качеств это неблагодарность. И хотелось бы, чтобы мы были всегда благодарны. Знаете, даже в простых маленьких мелочах, чтобы мы могли спокойно и с благодарением выразить Богу за все то, что Он дает нам в нашей жизни. За простые, может быть, на наш взгляд, мелочи, такие, как вот приехать в Дом Божий, сесть на мягкие лавки, найти парковку, место, сесть на свободное место, за все надо благодарить Бога. Итак, молись и действуй. Писание нас учит, чтобы мы были благочестивы и довольны. Давайте вместе прочитаем 1 Тимофеев 6, 6 по 9 стих. 1 Тимофеев 6, 6 по 9 стих. Очень известно нам Писание, мы часто его слышим, и хорошо, что мы о нем напоминаем. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Вот такое напоминание, что «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». В этом мире можно очень, особенно здесь в Америке, можно очень чего много приобрести, богатства, разных земных приобретений. Но вот самое великое приобретение, о котором написал апостол Павел, что «Великое приобретение – это быть благочестивым и довольным». Хорошо, когда мы это напоминаем, что довольство и благочестие – это является великим приобретением в жизни верующего человека. А как же, что же нам делать, чтобы наша жизнь была благочестивая и довольная? Я хотел бы вместе с вами еще прочитать из того же послания, это уже записано во второй главе, 1 Тимофея, 2 глава, с 1 по 4 стих. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Апостол Павел говорит, для того, чтобы нам проводить жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, нужно совершать молитвы. Вот мы как раз сюда и пришли, и вот скоро после этой проповеди мы будем молиться. Я хотел бы вот одну из таких вот молитв, о котором написал апостол Павел, чтобы совершать молитвы за царей и начальствующих. Конечно же, в наше время царей не существует, но начальники есть и президенты есть. И вот за них тоже нужно молиться. Молиться, чтобы они делали правильные решения для этой страны, в которой мы живем, потому что это будет также влиять и на нас. И вообще, когда мы начинаем молиться за какого-то человека, за любого человека, наш менталитет, он как бы меняется. Мы уже становимся не настолько безразличны, что происходит в жизни того или иного человека. И в основном бывает даже молитва больше воздействует на нас, чем на других. И вообще, как мы воспринимаем других людей, как я уже говорил раньше, очень как бы влияет на то, как мы будем к этим людям относиться. Как я говорил вначале, что тот злой раб, он совсем по-другому воспринимал своего господина. И вот так, как он его воспринимал, он так и отнесся к тому таланту, который он получил. И вообще, наш разум и наше мышление очень-очень важно, потому что это и есть то, как мы будем относиться к тому или иному человеку. Есть такое очень интересное высказывание, которое я услышал о мыслях. Что все начинается именно с мыслей. Там такие слова. «Обращай внимание на мысли, ибо они обратятся в слова. Обращай внимание на слова, ибо они обратятся в дела. Обращай внимание на дела, ибо они обратятся в привычки. Обращай внимание на привычки, ибо они обратятся в характер. Обращай внимание на характер, ибо Он обратится в твою судьбу. Как я уже говорил, что когда мы будем молиться, давайте помолимся за наших начальствующих этой страны, за президента, за его кабинет, за те советчиков, которые ему советуют. Почему я предлагаю еще об этом? Я совсем не так давно, может быть, месяц назад увидел сон. Ну, сон как сон, я его расскажу как сон. Я вообще никогда не рассказывал свои сны здесь. Ну, не знаю, мне показалось, интересно было. Мне приснился, в общем, сон, что я оказался в какой-то большой приемной комнате. И в этой комнате, в общем, принимали разных гостей. Эти гости должны были прийти на ужин с президентом. И вот я оказался там, и по какому-то, не знаю, по какой причине, но я был один из опаздывающих. И двери уже были в главный зал, где проходил ужин, закрыты. Но я думаю, я уже пришел и как-то все равно хотел туда пробраться. И не знаю, как, но, в общем, я как-то прошел через такие двойные двери, зашел туда и сел на самое близкое место, которое было передо мной. Даже не знаю, что это место было почти рядом с президентом, ну, не так далеко. Ну, вернее, где должен был сидеть президент, нынешний президент. И, в общем, как я только сел, и как раз заходит президент, нынешний президент. Да, и вот он заходил, заходит, там, приветствует людей, проходит там с одним, поздравился с другим. И как раз, вот он должен был проходить сзади меня, я сижу, знаете, и как по привычке достаю телефон. Думаю, ну, засниму хотя бы на память, думаю, покажу друзьям, что я у президента был. Достаю телефон, в общем, и начинаю снимать. И что-то у меня все никак не получается, он уже вот дошел до меня, я хочу включить, чтобы на фоне его, как бы, знаете, заснять себя. И он как раз останавливается, видит, что я пытаюсь его заснять. И он опять останавливается, на меня смотрит. Мне так стало неловко, знаете, я так растерялся немножко, думаю, что же делать. Я говорю, ну, по-английски я так говорю, говорю, Hello, Mr. President, how are you? Знаете, ну, как по-американски. А он мне отвечает, ну, как бы, how am I? Как я себя чувствую? I'm very frustrated. Как бы, я очень расстроен. Ну, и я сразу в ответ, думаю, что ему ответить. Ну, говорю, Mr. President, God bless you, and we're praying for you. Знаете, я говорю, да благословит вас Господь, мы за вас молимся. И вот я проснулся. Знаете, ну, такой интересный сон, как сон. Но я вспомнил, что я уже давно не молился за нашего президента, и ни за кого из, ну, там, из-за его семью, там, или за кто-то там еще помогает ему. Как бы меня навело на это, на том, чтобы вот начать действительно молиться. Тем более, я думаю, вы знаете, что в октябре месяце будет midterm elections, это будет опять там избирание того, что сколько будет там в палате президента, там, или где там, в конгрессе, наверное. В конгрессе сколько будет демократов, сколько будет республиканцев. Это будет в октябре, в Вашингтоне это 8 октября, надо будет сдать в ноябре. Говорят, в ноябре, но я вроде посмотрел, что если mail-in сделать, то надо до 8 октября. Кто в Вашингтоне живет, а кто в Орегоне, то до 16 октября. Ну, в общем, вот такое вот. Я уже, наверное, буду идти к заключению. Вы знаете, что в стране, в которой мы живем, есть разные власти, есть полиция, да, которая как-то пытается вот сохранить то зло, которое здесь происходит, ну, физическое такое. Я думаю, вы совсем недавно слышали, что произошло, как один молодой, его звали Марк Стасюк, да, его застрелили. Один из славян, который работал в полиции, вот в перестрелке его застрелили. То есть полиция в этой стране, они пытаются сохранить или сдержать то зло, которое уже существует здесь вот физическим образом. Но есть также люди, которые находятся вот там во главе страны в политике, и там тоже есть христиане, и там тоже есть люди, которые пытаются сдержать и сохранить то разложение, которое происходит в этой стране на моральном уровне. И вот я хотел бы вместе с вами пригласить вас помолиться за наших властей, за тех людей, которые находятся в политике. Я не проповедую политику, не говорю вам, за кого выбирать или голосовать. Я просто хотел бы предложить вам помолиться за них, а вы уже сами можете выбрать, сделать свое решение, кого выбрать, за кого проголосовать. А молиться – это наша прямая обязанность. Так что я хотел бы призвать вас к молитве, поблагодарить Бога за то, что мы уже имеем быть благодарными, и также помолиться за тех начальствующих, президентов, его кабинет, за его семью и за всех остальных, чтобы нам проводить жизнь тихо и безмятежно, во всяком благочестии и чистоте. Аминь.